Тех, кто против возвращения на шестидневку, имеем в виду родители много, но, говорит, на камеру они отказываются. Пообщаться с одной из мамочек нам удалось лишь по телефону и только анонимно. Женщина, назовем ее Светлана, считает, что школьники слишком загружены и им стоит больше отдыхать. Дети, особенно кто в первую смену учится, кто начальные классы, ну они высыпаться должны, это первое. Вот, хотя бы вот два дня они должны поспать там не до семи, а до девяти хотя бы часов. Это уже как-то организм восстанавливается. Плюс какие-то секции у детей, опять же, там бассейн, нужно сходить еще куда-то, пытаешься как-то на субботу. Иван Гребенкин, замдиректора по учебной и воспитательной работе гимназии номер 42, говорит, недовольных учебной субботой родителей действительно много. С кем-то приходится даже лично общаться и пытаться договориться. Но школа все равно перейдет на очное обучение. Правда, в 42-й период удаленки использовали с пользой, отточив дистантные технологии. Это не будет нам шокирующей новостью, как это было весной прошлого года. У нас сейчас есть свой образовательный портал, на котором зарегистрированы все дети, все учителя. Разработаны все инструкции, отработаны все инструкции, как работать, как выполнять задания, как пересылать. Директор 40-й гимназии Александр Овсиевский – сторонник очного обучения. Уверен, полноценно учиться на дистанте способны единицы. Поэтому дистанционка, по его мнению, должна быть лишь исключением из правил. Не каждый ребенок сразу же сел и начал слушать, и включился в процесс. Кого-то надо вернуть в истинное время сегодняшнее, чтобы он думает о чем-то другом. И так далее. Поэтому, конечно, дистанционное обучение, оно расхолаживает. В Минобре региона нам пояснили, что если кто-то из родителей и учащихся вдруг забыл, дистант по субботам ввели, когда полную удаленку в школах отменили. Но при этом количество заболевших оставалось высоким. Неучебная суббота была необходима, чтобы провести дополнительную санобработку. Уроков в остальные дни стало при этом заметно больше. Теперь же, когда заболеваемость спала, можно вернуться к прежнему расписанию. Сегодня не создавать условия детям, чтобы увеличивать количество часов в течение учебной недели, которая рассчитана на пять дней, освободив таким образом шестой день, чтобы облегчить им ту нагрузку, которая у них есть на сегодняшний день. Поэтому вводится шестой день, как положено, в соответствии с шестидневной учебной неделей. Она подчеркнула, каждая школа принимает решение, выходить в субботу или нет, самостоятельно. Правда, большинство учебных заведений, как мы поняли из общения с руководителями, возможностью использовать шестой день для учебы воспользуются. А на пятидневку будут переходить лишь, если эпидемиологическая ситуация ухудшится. И в этом случае в лучшей ситуации окажутся школы, которые смогли отточить методы дистанционного обучения. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком.